МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Надежды саровского спорта. Юные акробаты стали призерами Чемпионата России. Познавательно, культурно, всей семьей. Проект Суббота в художественной галерее продолжается. Безопасность прежде всего. Зачем нужны турникеты в школах? Далее обо всем подробно. Чемпионат России и рейтинговые соревнования по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе проходили с 22 по 27 сентября. Из Иваново с призовыми медалями вернулись две саровчанки. Алексеева Ирина на чемпионате стала второй. Ярунова Олеся в рейтинговских соревнованиях получила три очка и заняла третье место. По результатам первенства страны Ирина Алексеева вошла в состав национальной сборной России и в ноябре этого года отправится на чемпионат мира в Данию. Участие в первенстве мира Олеси Яруновой пока под вопросом, но решение будет принято уже в октябре. Ярунова Олеси у нас идет по рейтингу третья. Всего попадает по четыре человека в команде. В каждой возрастной группе. Еще и один старт остался, который будет, это первенство России, которое будет проходить Старая Оскол в Белгородской области с 16 по 21 октября. И после этих соревнований будет уже окончательно сформирована команда по очкам. Чемпионат России в Иваново не первый серьезный турнир для спортсменок. Олеси Ярунова была финалисткой командного чемпионата и Кубка России по акробатике, где Саровченко набрала 11 очков в личном рейтинге. Чемпионат мира будет проходить в датском городе Оденсе с 20 по 29 ноября, вслед за которым состоится первенство мира с 30 ноября по 7 декабря. С 28 сентября временно исполняющим обязанности главы администрации Сарова назначен Владимир Лутиков. Обязанности заместителя главы администрации председателя комитета по управлению муниципальным имуществом с 29 сентября исполняет Сергей Пряхин. Все остальные заместители, согласно решению городской думы 28 сентября, будут исполнять свои обязанности до назначения главы администрации. Старшеклассники Саровских школ отлично выступили в финале областной интеллектуальной игры «Знатоки». 26 сентября в Нижнем Новгороде сборная лицей номер 15 заняла первое место, команда школы номер 20 – третье. Наказание за выезд на железнодорожный переезд при закрывающемся шлагбауме или на красный свет может быть серьезно увеличено. Министерство транспорта Российской Федерации в своем законопроекте предложило увеличить штраф до 30 тысяч рублей. Для сравнения, сейчас штраф за подобное нарушение составляет 1 тысячу рублей. Однако эксперты считают, что сначала нужно привести все переезды в порядок и вести ответственность для РЖД за слишком долгие перекрытия проезда, а потом уже говорить об усилении санкций для водителей. Для многих горожан художественная галерея ассоциируется с различными выставками. Картины на стенах, чинные зрители ходят и приобщаются к искусству. Но это не всегда так. В выходные дни здесь шумно и многолюдно. Уже более двух лет в Сарове работает программа «Суббота» в художественной галерее как вариант творческой площадки для общения и диалога со зрителем. Причем приглашают сюда всех – и детей, и взрослых, и желательно семьями. Чтобы горожанам было понятно, когда и во сколько приходить, расписание не меняется. Каждую субботу в два часа дня в художественной галерее начинается интерактивная программа для детей. Вот сейчас у нас в галерее идет выставка «Архитектура и дети» архитектурно-художественного отделения детской школы искусств. И на этой выставке, прямо в зале, где представлена экспозиция, у нас стоят рабочие столы, творческая мастерская, где можно поработать вместе со своими детьми. 3 октября с двух часов будет работать творческая мастерская «Атомград» под руководством преподавателя детской школы искусств Инна Сыгришиной, на которой каждый может попробовать себя в роли архитектора. В 4 и в 6 часов экскурсии по выставке «Архитектуры и дети». В этот же день в рамках декады пожилого человека в художественной галереи покажут фильм, излюбимый многими советской классики. Можно будет прийти в 4 часа и посмотреть фильм «Девушка с гитарой», с Людмилой Гурченко в главной роли, музыкальный, веселый. Действительно фильм, который порадует многих наших зрителей. Те, которые помнят этот фильм и смотрели, снова вспомнят. А те, которые не знают этот фильм, будет прекрасная возможность посмотреть и поделиться потом впечатлениями. Все это 3 октября в рамках программы «Суббота в художественной галереи». График работы можно уточнить по телефону 702-94. Отправляя ребенка в школу, хочется быть уверенным, что там он в безопасности. Электронные турникеты, которыми оборудованы некоторые школы города, как раз для этого. С помощью них можно отслеживать, во сколько ребенок зашел и вышел из школы. Такая мера была принята родителями неоднозначно. Необходима ли школьникам такая бдительность и зачем? Я считаю, что порядок должен быть. В том числе и в школах, конечно, и в первую очередь, поскольку, собственно говоря, воспитание или как-то зачатки воспитания и последующего общежития, они закладываются в том числе и в школе. Турникеты – это неплохо, конечно. Во-первых, всякий сброд не будет приходить в школу, и это будет каким-то образом дисциплинировать школьников. Я, например, совершенно не против турникетов. На мой взгляд, чтобы лишние люди не ходили по школе. Это, в принципе, надо. Конечно, надо, потому что посторонние приходят, ищут кого-то. А для доступа в школу они не мешают. Первое, что приходит на ум, это безопасность. Я так думаю. Мне кажется, это бесполезно. Чтобы не бегали, и все. Как было, лучше посвободнее будет. Ну, хорошо, я пользуюсь просто этим. Я знаю, знаешь время прихода и знаешь время ухода ребенка. Единственное, что не хватает только оплаты с этой карточки на обеды. Если исходить из нашего города, я считаю, что это лишнее. Мне кажется, мы живем немножечко в другой системе. В системе защищенности, я бы так сказала. Для младших классов очень хорошо, я считаю, потому что идет контроль посещения. Потому что детки маленькие, они разглядываются. А здесь уже родители ясно понимают, что ребенок ушел, ребенок дошел, ребенок вернулся из школы. Все понятно. В среду 30 сентября в Сарове облачный небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 12, вечером 9 градусов выше нуля. Ветер северный 3 метра в секунду. В Нижнем Новгороде 30 сентября пасмурно и без осадков. Днем 12, вечером 9 градусов тепла. В Москве в среду пасмурно. Вероятность дождя небольшая. Температура плюс 12, вечером 8 выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин